Всем привет! Начинаем дайджест Норникеля со спортивных новостей. 23 августа баскетбольный клуб ЦСКА прилетел в Норильск, чтобы открыть сезон товарищеским матчем с командой Норильского дивизиона. Парни Норникеля составили достойную конкуренцию звездам баскетбола. Счет матча звезд 142.70 в пользу армейцев. Перед матчем спортсмены провели мастер-классы для детей и обучающий семинар для тренеров, а после шоу-программу с конкурсами для болельщиков. Также игроки посетили производственные объекты компании — рудники Комсомольский и Октябрьский и Надеждинский металлургический завод. Спортсмены узнали о том, как функционируют объекты и увидели воочию работу металлургов. А капитан команды Никита Курбанов попробовал себя в роли машиниста погрузочно-доставочной машины. Для этого форвард сборной России прошел курс обучения на подземном полигоне. Изюминкой поездки стало кулинарное шоу в ресторане «Гриль Ферма», где баскетболисты под руководством шефа приготовили несколько авторских блюд с северной кухни. Совсем скоро в нашем Инстаграм пройдет конкурс, победители которого получат уникальные призы от баскетболистов. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Ссылка в описании. В Даурском заповеднике в Забайкалье прошла четвертая эко-смена марафона «Понеслось-2021». Волонтеры Быстринского ГОКа приняли участие в строительстве двух пешеходных переправ через степные озера и работе по благоустройству деревянного настила. Они укрепили опоры пешеходных переправ, уложили настил на деревянные прогоны, заменили сломанные части экологической тропы, обработали антисептическим раствором элементы возведенных конструкций. Также волонтеры провели комплексную экспертизу и доработку своих эко-проектов, потрудились на ура. Успешный опыт волонтерского движения Норникеля давно известен не только внутри компании. Наши волонтеры – частые гости среди экспертов. Так, 25 августа Кристина Казакова, главный менеджер проектного офиса «Корпоративная медицина» в НПР, приняла участие в панельной дискуссии московского центра «Патриот Спорт» в кибершколе. Там она рассказала о программе «Комбинат добра» и о корпоративном волонтерстве в компании. Норникель продолжает рекультивацию земель вокруг ТЭЦ-3 в Норильске. За 2020-2021 год компания ограничила распространение загрязнений, ликвидировала источники и последствия негативного воздействия нефтепродуктов. Загрязненный грунт снят и вывезен для утилизации. Было вспахано более 200 тысяч квадратных метров земли, внесено более 55 тысяч квадратных метров торфа для создания плодородного слоя, а на площади более 70 тысяч квадратных метров состоялся высев семян. В ближайшие 10 лет очистка Норильского региона продолжится. Будут убраны 467 заброшенных зданий, более 1 миллиона 300 тысяч тонн отходов производственной деятельности, более 2 миллионов тонн мусора и более 600 тысяч тонн металлолома. Общий объем инвестиций компании в этот проект составляет 40 миллиардов рублей. Норникель создает автоматизированную систему геотехнического мониторинга в Норильске. Проект системы мониторинга зданий и сооружений запущен на хранилищах аварийного дизельного топлива теплоэлектроцентрали «Энтек» и уже показал свою эффективность. Система обеспечивает постоянное автоматизированное наблюдение за температурой многолетнимерзлых грунтов оснований и деформационным поведением фундаментов. Было установлено 40 термокоз для контроля температурного состояния грунтов в онлайн-режиме. Сейсмодатчики и инклиномеры, которые реагируют на отклонения железобетонных конструкций фундаментов. Вся информация собирается в локальный центр сбора информации. В дальнейшем такие центры будут объединены в единую информационно-диагностическую систему безопасности. Сумма инвестиций в пилотный проект составила более 50 миллионов рублей. На Таймыре завершился второй этап полевых работ Большой Норильской экспедиции. В нем были задействованы два отряда — наземные экосистемы и водные экосистемы, в состав которых вошли 29 ученых СОРАН. За несколько недель пешком, на вездеходах, водном транспорте и вертолетах участники БНЭ-2021 отработали несколько маршрутов общей протяженностью порядка 1400 километров. Всего было обследовано 50 контрольных точек. Самой северной и отдаленной от Норильской точкой стал район поселка Кресты, на месте слияния рек Пясины и Дудытты. На каждом участке были отобраны пробы воды, почвы и донных отложений. Общая масса образцов — 600 килограмм. Впервые были проведены обширные гидрологические исследования. От ручья Безымянной и до озера Пясина было оборудовано 12 гидрологических постов. Посмотреть, как проходил второй этап в этом году, можно у нас на канале, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok